Уважаемый Карим Кажемханович, уважаемые коллеги, участники, для повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства министерством разработан план мероприятия по улучшению инвесклимата в АПК, который состоит из семи разделов. Первый раздел – повышение доступности финансирования для субъектов АПК. Здесь предусмотрены следующие вопросы. Например, для увеличения объема заемных средств в национальной валюте предлагается рассмотреть возможность увеличения лимита Национального банка НАССВОП-операции с международными финансовыми организациями. На сегодняшний день в работе находится проект агрокредитной корпорации дочерней организации Всемирного банка на сумму 100 млрд тенге, а потребность составляет 300 млрд тенге. Для развития рынка фонда прямых инвестиций планируется создание фонда управления активами с привлечением зарубежных инвесторов, целью которого будет оздоровление неэффективных проектов. На сегодняшний день в портфеле Казагра и ее дочерних организаций количество таких проектов 24, сумма задолженности 21 млрд тенге. Для запуска работы фонда предлагается перенаправить остатки неиспользованных бюджетных средств, выделенных дочерней компанией Казагра, то Экспо Агро в сумме 6,1 млрд тенге. Данный вопрос будет вынесен на заседание Республиканской бюджетной комиссии. В связи с увеличением процентных ставок по кредитам с 14% до 19%, предлагается увеличить субсидируемую часть процентной ставки по кредитам с 7% до 10%, а для лизинга с 10% до 13%. Таким образом, если сейчас при процентной ставке 19% сельхозтоваропроизводители платят 12% по кредиту и 9% по лизингу, то в будущем он будет платить 9,6%. Раздел «Развитие агропродовольственных рынков» направлен на обеспечение прямого доступа сельхозпродукции на продовольственные рынки. Создаваемые кооперативы будут формировать определенную партию продукции. Помимо обеспечения сырьем недозагруженных промышленных перерабатывающих предприятий, эта продукция может также поставляться на агропродовольственные рынки без посредников. В связи с чем, предлагается совместно с Министерством национальной экономики рассмотреть субсидирование арендной платы торговых площадей для сельхозкооператива в рамках дорожной карты бизнеса 2020. Другим вопросом является то, что на сегодняшний день 30% продуктов питания не соответствуют требованиям технических регламентов. Для борьбы с реализацией сфальсифицированной продукцией необходимо включить в план работ по государственной стандартизации арбитражные методики определения несоответствия продуктов питания техническим регламентам. В качестве примера можно отметить реализацию маргарина под видом сливочного масла или молочного напитка под видом натурального молока. Создание условий для развития сельскохозяйственной кооперации – это следующий раздел. Здесь предполагается, согласно действующему законодательству, создаваемый сельхозкооперативный случай отсутствия хотя бы одного квадратного метра земли, не имеет возможности применения специального налогорежима. Как известно, кооперативы могут создаваться с целью не только производства продукции, но и оказания услуг, например, сбыта хранения сельхозпродукции. В этой связи предлагается исключить требования для сельскохозяйственной кооперативы по обязательному наличию земель. Данная поправка не приведет к ее применению другими налогоплательщиками, так как сельскохозяйственной кооперативами является кооперативой 90% с совокумным годовым доходом в сфере АПК. Следующий раздел «Повышение водообеспеченности субъектов АПК». Карим Коженович, эти вопросы буквально вчера были обсуждены в Хословодинской области. В ходе вчерашнего доклада мы говорили о том, что для того, чтобы решить эти вопросы, нам нужно привлечь займы международных финансовых организаций. И Хван Коженович в своем выступлении об этом сказал. Вот для того, чтобы реализовать эти проекты, в соответствии с этим разделом мы предлагаем включить КАЗ «Ватхоз», которые являются субъектами средств монополии, перечень субъектов средств монополии, которые имеют право привлекать заемные средства международных финансовых организаций. И второе, передача всех внутрихозяйственных растительных каналов из коммунального в Республиканскую собственность на период восстановления ирригационных систем, поскольку это является обязательным условием привлечения зарубежных инвестиций. Следующий раздел «Защита прав субъектов АПК» предусматривает совершенствование методики регулированной цен на сельхозпродукции с учетом специфики сезонности агропроизводства. А также необходимо проведение оценки влияния личных подсоединенных хозяйств на формирование рыночных цен сельхоз и пищевой продукции, так как основная доля сельхозпродукции, как известно, производится в личных подворьях. В разделе «Наука, консалтинг, распространение знаний» предусматривается привязка науки к потребностям производства. Для этого предлагается привлечь к софинансированию научных разработок агробизнес частичным возмещением расхода бизнеса на первых порах. То есть отбираемая научная тема для финансирования будет определяться с учетом реальной потребности производства. Вопросы совершенства земельных отношений считаем целесообразным рассматривать с учетом предложения Комиссии по земельной реформе после окончания ее работы.